Всем привет, с вами Дмитрий Костин, автор блога Коскомп.ру Сегодня мы с вами научимся скачивать музыку из ВКонтакте Причем как без расширения, так и с помощью них Поехали Для начала мы посмотрим встроенный способ, как скачивать музыку без расширения средствами самого браузера Для этого давайте зайдем в любое место, где есть аудиозаписи Я, например, зайду в свои аудиозаписи И нажмем правой кнопкой мышки на любом месте браузера Посмотреть код Либо нажать функциональной клавишей Ctrl-Shift-I Нам откроется панель разработчика, в которой мы и будем работать Нажимаем на вкладку Network И выбираем под вкладку Media После этого запускаем любой аудиофайл И, как мы можем наблюдать, у нас появилась новая строчка Аудиофайл можно остановить Эта строчка и показывает нам проигранную песню, только на данный момент она находится в кэше И чтобы нам ее скачать, нам достаточно нажать правой кнопкой мыши И выбрать пункт Open in New Tab После этого откроется такой внутренний Media Player, который начнет проигрывать данную песню Можно нажать стоп и нажимаем на кнопку скачивания Собственно, вот и все Если вы считаете, что данный способ слишком сложный То рекомендую вам воспользоваться специальными внешними сервисами Одним из которых я рекомендовал бы KISVK.com Он сразу же подключается к вашему аккаунту И показывает все ваши аудиозаписи Вам достаточно будет просто нажать на кнопку рядом с текущей композицией, чтобы скачать ее Как видите, ничего сложного нет Кроме того, вы можете найти любую композицию через поиск Поиск ведется по базе ВК, соответственно Единственным минусом данного сервиса является то, что, как видите, периодически всплывает вот такая вот реклама с характерным звуком из Viber Ну и напоследок рассмотрим расширение, которое также поможет нам скачать музыку из ВК Я расскажу только об одном из них, но остальные вы можете найти у меня на блоге Ссылочку я оставил в описании Для этого нужно идти на сайт VKOopt.net Здесь нажимаем на ссылку страницы загрузки И выбираем браузер, для которого мы будем скачиваться У меня стоит Chrome, поэтому он автоматически выбрал Chrome Но данная функция работает и в других популярных браузерах Нажимаем установить для Chrome После чего здесь у вас появится расширение Оно у меня уже было, поэтому установки никакой не будет Все, что нам теперь нужно сделать, это войти в наши аудиозаписи ВКонтакте Можно обновить страничку И не забудьте зайти в настройки профиля Здесь вы увидите специальную функцию VKOopt Убедитесь, что стоит галочка на скачивание аудио После чего можете закрыть настройки Далее находите любую композицию Которую вы хотите скачать И наводите на нее, например вот на эту Здесь у нас появится специальная стрелочка Это и будет кнопка скачивания Как видите, все способы абсолютно рабочие Но если вы хотите больше разнообразных способов То можете посмотреть их в моей статье на блоге Ну а на этом у меня все Не забывайте ставить лайки Подписываться на мой канал и на мой блог Пока-пока